запись можно запускать итак ребят еще раз добрый день давайте не порешаем вот такие задачи я уже говорил что если у вас будут вопросы там по этой теме по другой то задавайте мы их можем в конце этом занятия вот что будет непонятно чтобы это потянуть в целом учебную программу и там все остальное там что сможем давайте так давайте посмотрим следующую задачу давайте вы пока читайте а я пока нарисую рисунок потому что мне здесь у меня здесь есть это могу спокойно сделать я знаю что и у саши и у сары есть проблемы с техникой вместе получается здесь рисовать вот меня сейчас просто сейчас это я пока рисую я немножко расскажу вам что сейчас задали вопрос там прислали помощь найти например найти области разделение функции там парень просто мощь но не может найти его область зрения самая просто функция поэтому я ему объясню что означает сам началу я так себе никого ну вот такая пирамида значит у него так на неправильный рисунок плоскости основания это уберем здесь нарисуем этот ребра она будет переключить плоскости основания дальше плоскость боковой грани не проходящий через эту пирамиды наклонена к плоскости основания давайте читать вместе что здесь как вот это 40 градусов это где это это какой-то будет угол плоскость боковой грани не проходящий через эту пирамиды основания здесь не то нет 90 это вот одно из боковых ребер перпендикулярно плоскости основания это у нас вот это вот это вот это вот 90 градусов плоскость плоскость боковой грани не проходящий через эту пирамиды то есть смотрите этот угол у нас давайте разберемся где над как найти угол 45 градусов какие у нас еще тут неизвестно кто тут может что-то еще нарисовать ребят может можем слух нас мало поэтому мы спокойно можем слух обсуждать есть еще 12 сантиметров наибольшее боковое ребро какое у нас наибольше сейчас вот это да ну тут как бы ну можно еще как бы давайте разберемся почему но тут как ну мне кажется все очевидно да она переходит это проходит на единственное ребро которое проходит через проходит над центром и поэтому длиннее всех да тут либо по-другому то есть может быть в горы допустим вот это вот будет там вот это вот будет там y равно там а квадрат квадрат а квадрат а это получается а квадрат плюс а квадрат плюс а квадрат 45 нет ни один здесь то есть здесь ты знаешь давай в слово один не будет операция давай разберем сколько может быть вариантов и сколько их вообще есть ну у меня есть два варианта что что может быть вот этот вот и вот этот вот значит ребята давайте я знаете я все собираюсь рассказать про аксиомы стереометрии но если сбора поэтому давайте я вам сейчас расскажу одно аксиомы может быть в следующий раз я уделил поэтому больше времени смотрите здесь у нас видите этот угол 45 градусов это угол между двумя плоскостями между плоскостью там основании плоскостью боковой грани и давайте я сейчас вам нарисую две плоскости две плоскости которые у нас пересекаются вот я понятно рисовал две плоскости образуют угол понятно ли что я рисую понятно и смотрите чего вы рисуете пирамиду раскрыта я рисую две плоскости у нас пересекаются две плоскости одна зелененькая вторая я нарисую синенькую чтобы было понятнее вот зелененькая и синенькая где плоскости и не пересекаются как вот вы думаете как вот нам между ними обозначить угол между плоскостями как нам его измерить кто ну давайте какие-нибудь идеи вкидывайся а я и будем разбираться правильно или нет пока вы думаете саша конечно я не знал что ты так вот учишься экстерном еще в США школа в России ты заранее сдался ну молодец я просто ну очень хорошо я очень удивился я не знал ну это классно я когда это сказал я был дел значит смотрите как этот угол как нам этот угол читать давайте в следующий раз я сейчас вам тезис объясню в следующий раз я начнем с ну с этих вот аксион чтобы мы могли с вами точно как это в геометрии принято как это все описывается мы опускаем на точку причине плоскостей две апофемы вернее два перпендикуляра апофемы это в пирамиде но здесь это будет правильно назвать перпендикуляр в одной плоскости в одной плоскости перпендикуляр во второй плоскости здесь тоже будет прямой угол вот ребята понятно да замечательно и давайте пожалуйста мне обратную связь потому что мы сейчас как бы разбираем такое основополагающее понятие и угол который нас интересует в данном случае это 45 градусов он будет вот вот тут будет между двумя этими перпендикулярами вот а сейчас пожалуйста посмотрите и скажите понятно ли что я объяснил понятно Сара все понятно да да и смотрите в стилеметре вот это вот такая ну очень вот важное понятие такая важная вещь что если у нас есть угол между двумя плоскостями как перейти на плоскость как этот угол на плоскости обозначить и измерить как потом вообще с ним работать на плоскости и поэтому давайте и поэтому давайте кто-нибудь возьмите оранжевые а может сразу оба и сара и саша вместе можете как вы как вы получаете где этот угол у нас в нашей пирамиде будет плоскость это и 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 эти и 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 У нас остались вот эти вот грани. Вот это и вот это. И они с основанием образуют угол 45 градусов. Давайте попробуем. Понимаете, мне это очевидно уже, а вам еще, наверное, нет. Давайте к этим плоскостям попробуем провести, как вот тут вот, провести перпендикулярные, такие же, такие же, вот как вот здесь. Вот как вот здесь попробуем сделать то же самое. Во-первых, этот угол, он будет прямой. Согласны? Да. Он будет прямой. И вот этот угол тоже будет прямой. Угол у нас тоже будет прямой. Есть такая теорема. Давайте еще раз мы с вами будем изучать теорему. Сегодня я не хочу уже... Давайте пока это примем вот так вот, как оно есть. В следующий раз я вам подробнее про них расскажу. И 45 градусов, либо вот между этим основанием, этими гранями и углом, но на плоскости он будет вот. Вот как вот тут вот, та же самая картина, вот этот оранжевый угол здесь и вот здесь. Тут, ребята, понятно ли, вот это место? Понятно. Понятно. Значит, еще смотрите. А вот давайте вот сразу вот подумаем. Эта плоскость. Какой угол с основанием она образует? Какой угол с основанием она образует? 90. Есть такая теорема, что если плоскость проходит через прямую перпендикулярную второй плоскости, то есть в нашем случае это основание, то она будет перпендикулярная этой плоскости. То есть в нашем случае это основание. 90. Значит, дальше. Поскольку тут у нас 45 градусов, 45 градусов, градусов, то смотрите, у нас тревольник есть, допустим, мы его обозначим, допустим, тут поставим B, C, D, A, тут будет точка О. И мы с ним уже можем работать с тревольником. Наибольший боковой ребро равно 12 сантиметров. Найти высоту пирамиды. Вот. У меня есть предложение потихоньку переходить, потихоньку вычислять другие углы. Вы можете объяснить, в чем схожесть между плоскостью этим рожевым углом? Еще раз, Сара, я вопрос не допомнил. Схожесть между плоскостью, которую вы нарисовали, и пирамидой. Сейчас смотри, Сара, очень хороший вопрос. Молодец, что ты его задаешь. Значит, смотри, у нас вот эта картинка, которая вот эта вот. Сейчас я ее введу специально для тебя. Эта картинка. В ней пересекаются две плоскости. Синенькая и зелененькая. Это понятно? Да. И вот это вот у нас оранжевый угол альфа. Значит, у нас здесь тоже оранжевый угол альфа. Тут тоже пересекаются две плоскости. ОЦД и АБЦД. ОЦД – точка их пресечения. Вынимайся на смотри, Сара, чтобы ты осознал, что происходит у нас. И в следующий раз я вам буду рассказывать, наверное, расскажу про эти телемы, потому что мы коснулись этого. И у нас не хватает теоретического ясного. Ну, пока так вот с вами пока покрусим, чтобы у вас вопросы созрели. Сара, понятно ли вот так, как я объяснил? Если непонятно, спрашивай, будем разбираться. Ну, так… Просто там есть два девяносто градуса, если посмотреть, где они… Рисуй. Я не понимаю, что говоришь. Либо это называй по буквам. В плоскости два угла по девяносто градусов, между которыми расположена альфа. Фиолетовая и зеленая. Фиолетовая – это не плоскость. Фиолетовая – это я ввел, но там нет плоскости. Это не плоскость. У нас плоскости синенькая и зелененькая. Ну, там есть девяносто градусов углы. Да. Да, синенький и зелененький. Где они в пирамиде? В пирамиде? Значит, смотри, я тут еще раз сейчас их введу. Вот он, вот этот вот, синенький, синенький и зелененький. Значит, в пирамиде… В пирамиде они, смотри… В пирамиде они… Вот синенький, который у нас на основании. Это очень хороший вопрос ты задала. Очень хороший. Синенький. Вот, для полноты картины тебе, конечно, не хватает этого понимания. Вот синенький в плоскости, которая уже лежит в основании. А зелененький у нас вот. Вот. Еще раз смотри, чтоб ты в это дело въезжала. Тут сложные вопросы. Я поняла, спасибо. Хорошо. Сейчас мы эти литеремы будем разбирать погрунтованно, как у нас говорят, основательно. Так, а нам нужно эти первое – это высоту. Высоту и боковое ребро. ОД равно 12. Значит, какие есть предложения? А нельзя сказать, что угол D тоже… Немножко 45 здесь? Нет. 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 Вот этот угол, да? Да. Кони 45. Знаешь, почему? Потому что треугольники ОБД… Ну, хотя бы потому, что там катетки не равны. Здесь ОБД не равно БД. БД больше. Потому что у нас фигурник не равносторонний. Есть еще угол… Угол… А… Угол… Ну… А… Угол… Между ОА… ОА… То… ОАБ… Или ОБА… ОБА… О… А чему он равен? Мы тоже 45. Эту, да? Давайте оранжевым его… Да. Тоже 45. Ну, смотрите. Эти треугольники у нас будут равны ОБА и ОБЦ. Согласны? Да. Поэтому мы можем в какой-то один из них и с ним работать. Тут знаешь, что… А кто это как раз нарисует? Я. Знаешь, тут причем проблема. Проблема в том, что у нас… Не сказано, что у нас ОБ равно ОБЦ. А, нет. Все правильно. ОБ равно ОБЦ. Почему? 90 градусов и получается верхний. Да. У нас треугольник какой получился у нас? Теугольник ОБЦ у нас какой? Мугольник. А еще… О и равно… Равно бедренно. Да. Х крайне из двух. Дальше. Все отлично. Замечательно. А чему равно ОБД? Да. Спасибо. Знаю, что encontramos». но… у нас в ногу да скажите если мы оба берем за из а вот и бы задушек чем у нас будет тогда как мы туда назначим были искали не сдох до беда тоже мальчик внизу и смотрите нам осталось найти у д тоже покруте время сажать и понятно что мы делаем да отлично как начали наибольшей буквы да согласен это 12 до 12 отлично и не понял как ты путь а мне не прожил 3x квадрат да согласен 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 разделить на три это будет сколько 48 48 это у нас давайте вынесем что-нибудь из как Четыре корня из трех. Согласна? У нас получается четыре корня из трех. Согласна? Да. Итак, у нас получилось, что ОБ равно ВС равно четыре корня из трех. Нашли высоту. Нам нужно сейчас найти площадь боковой поверхности. Продолжение следует. Боковых поверхностей, которые... Это оба равна ОБД, и ОАД равняется ОЦД. Хорошо. И давайте найдем их площади. То есть у нас получается для пары треугольников нужно найти площади двух треугольников, сложить и умножить на два. Можете сказать формулу? Зачем? Формула площадь треугольника. Какая будет форма площадь треугольника? Форма площадь треугольника. Отличненько. Есть только предположение, только здесь равно одна треть. Одна вторая. Так, ребята, давайте, 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 допустим, если вы не знаете формулу, давайте их получим сами. Там несколько формул для площади треугольника есть. Ну, а какая-то самая простая. Она вторая АХ? Да. согласно отлично давайте порядка это основание допустим оба нет и сказала обойцы обойцы хорошо равно площадь треугольника оба ц значит 1 2 чтобы что умножаем 4 корень из 3 умножить на что основание на высоту она до высоты провести ли она на 4 она есть у нас убыток вот и вот согласно отлично согласно это будет сколько сколько 24 дальше площадь треугольника а д какого-то после треугольника кое-чего удачи 1 2 может на так 4 корни из трех это основание равно почему не прямые давайте сейчас поговорим про эту задачу то есть то есть правильно будет разбираться почему почему не прямые как вот здесь пересекаются и плоскости там раза нюансы что происходит как нам все что можно и по максимуму измерить 3 корни из 6 равно еще раз 4 корень из 6 это будет 8 умножить на 8 умножить на 3 умножить на корень из 2 согласно саша понятно отлично так 8 на 3 минут так равно 24 корни из 2 и нам осталось сложить с боковая боковая равно 24 24 корни из 2 плюс 24 корни из 2 вот согласно вот согласно так что мы дальше можем сделать как мы как нам это лучше сложить 8 умножить 48 корни из 2 а как еще лучше сделать давайте выйдем выйдем 24 за скобки 1 плюс 1 плюс корень из 2 корень из 2 согласно я немножко так сделаю там есть очень много оказывается замечательно 24 умножить на 2 плюс 2 корни из 2 равно 48 умножить на 1 плюс корень из 2 вот так но я не знаю как скоб скобками у вас получится но можно сделать так у 48 плюс 48 корни из 2 либо так либо вот так ну как правильно я сейчас даже вам не скажу всем понятно что что смотрите нет это будет 96 корни из 2 почему 96 48 плюс 48 нет так мы не сделаем мы не сможем вот так вот мы не сможем дальше мы не можем потому что он откуда не знаю и рациональная саша значит внимательно мы вот это вот с этим несложим то же самое что допустим 48 плюс допустим 48 x не складывается оставляем либо оставляем либо вот так вот либо вот так вот а из все ли все понятно почему тут умножить 24 на 2 где вот здесь 21 где 2 кризис я беру сам уж и смотрим 1 давай по порядку у нас 24 24 24 24 24 тут остается один тут остается один остается корень из двух согласен он остается у нас вот-вот вот и вот 112 корень из звука звук это будет два корня из двух ну 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 понятно у нас осталось где-то 10 минут так сказать полина сегодня у нас после наших занятий что есть то есть там трапеции не очень давайте порешаем все еще зачем сколько у нас будет времени есть пожалуйста уберите рисовал получается вроде есть следующие посмотрим если будет если у нас попросит закончим основание пирамиды dbc треугольник да и треугольник у нас здесь получается равнобедренно ребро ребро а.д. перпендикулярно плоскости основания а.д. а.к. замечательно то есть у нас треугольник одно убедренно я так вот и нарисую это равно этого для того чтобы нам видеть всю картину ребро ребро а.д. перпендикулярно плоскости основания равно 9 отлично то есть у нас этот угол 90 этот у нас угол тоже 90 неравны площадь боковой поверхности а.д. 4 это задача так углы эти вот эти уголочки то что же ему давайте давайте разбираться что нам нужно найти так dc сара пишет dc правильно то есть сара сразу же приходит к игольнику а.д.c и там в нем ищут dc отлично корень здесь здесь 50 это будет давайте вынесем все что можно из-под корни потом уже будет проще 5 корней сети можно и так оставить хорошо так это мы пришли а.д. а. а. что дальше значит здесь допустим найти площадь треугольника смотреть площадь треугольника а.д.c мы найдем 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 дальше остался и гольник в с.д. Что с ним будем делать? Замечательно. Сара, ты сейчас сделала очень неправильную вещь, ты сразу нарисовала его отдельно, только лучше конечно рисовать его, у нас места много, давай его нарисуем побольше, потому что в нем еще не все построения. Значит, B, C, D. Так, D, C, 5, корень из 10, эти равны стороны. Как найти основание? Так, основание у нас есть. Что нам еще не хватает? Высота. Как найти? Высота. Да. Тут, допустим, поставим, как деться, какая-нибудь буква Е у нас будет. Аж равно, аж подряд, да. Как найти основание? Ажер ó, ажер ó. Ажер ó. Ажер ó. Я нашла. Угу. Осталось найти площадь. Так, давайте найдем площадь треугольника ADC. Смотрите, у нас два треугольника, поэтому давать я не буду. Я сразу на эту площадь двух треугольников. Треугольника ADC, да. Они же равны. Согласны? Они равны, да? Ну, конечно. Почему понятно? Да. Давай одно второе. Хорошо. Я тогда поставлю двоечку, два. То есть это будет две площади. Девять умножить на тренадцать. Согласны? Да. А площадь треугольника BCD. Одна вторая умножить на 15 умножить на 10. 5 и 15. У нас получается 75. Оставилось сложить с боковой. Боковой равно 117 плюс 75. Сколько? 192. Угу. Отлично. Вот. Задача решена. Еще раз, пожалуйста, посмотрите. Все ли понятно, что, ну, что мы делаем. Ну, задача проще. Так было сложнее. Понятно. 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 Угу. Угу. Я понимаю, что вы уже получили оценки, но мало ли что-то чувствует, что считалось. Ребята, все понятно? Да. Если понятно, тогда мы заканчиваем. До сегодня. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...